Прежде всего, я не скульптор, но всю сознательную жизнь, смею надеяться, что занимался все-таки искусством. А потом, я все-таки христианский художник, как написец, и поэтому мой взгляд на все через призму именно какого-то христианского сознания. А, как мне кажется, живем мы как раз в эпоху постхристианскую и, соответственно, в эпоху постискусства. Поэтому рассуждать я могу сам с позиции все-таки классического искусства. А что такое, собственно говоря, искусство для меня? Вот искусство, в моем представлении, это место присутствия бытия. Это возможность приблизиться к реальности бытию. Это совершенно не осознается сейчас, кстати говоря. А вот это приближение к реальности бытия возможно только посредством красоты. И красота для меня, в общем, то безосновное основание и та первичная реальность, к которой, собственно говоря, любое подлинное искусство должно стремиться. Но мы, вот как я уже сказал, живем в эпоху постискусства и, соответственно, в эпоху, когда эстетическое, в общем, в кризисе находится. И мы живем в мире, где бесконечное производство смыслов. Смыслы рождают смыслы и бесконечная интерпретация этих смыслов. И вместо красоты в этой эпохе быть всего лишь какой-то психологической герменевтикой, скорее. Абсолютно субъективным мнением. И поэтому такое вот распространенное явление считать, что красота в глазах смотрящего. Фишер. Фишер, на мой взгляд, как раз человек и художник совершенно, вот как раз в полноте принадлежащий вот этому миру постхристианскому и этому искусству постискусству. Для него эстетическое практически не имеет значения. Для него концептуальное начало, следующее как раз вот этому психологизму самовыражения, оно первично. Мир каких-то ассоциаций рождает некие образы, и он пытается их направлять в какой-то им придуманный смысл. Наивно думать, что это не будет как-то использоваться какой-либо идеологией из ныне существующих. И поэтому по факту современное искусство, вот такого рода постискусство, оно для меня не есть все-таки искусство, во-первых. А во-вторых, оно всегда есть в каком-то смысле шелест знамен той или иной идеологии. И поэтому вот эта скульптура, я к ней совершенно равнодушен, она стоит в Москве, не знаю, сколько она постоит. Но Фишер для меня абсолютно равнозначен, скажем, тем памятником и тем скульптурам, которые последние годы в Москве ставились. Он для меня равнозначен вот той пушлости, которая была в последние два-три десятилетия под названием скульптура. Она разливалась у нас по всей стране. Такая официальная какая-то линия идеологии в памятниках. Это, на мой взгляд, две стороны одной медали. Вот, скажем, скульптура не будет в обиде на меня. Он Церетели и Фишер – это одно и то же для меня. Хотя их как-то разводят, пытаются устроить какой-то конфликт. Опять же, вернусь к тому, почему так. Вот это прислушивание к голосу бытия одновременно является прислушиванием к голосу самих вещей. Внимание к этому голосу и есть задача художника – голосу вещей. Полнота большого искусства стремится к тому, чтобы раскрыть сущности и красоту вещей в их самопрекрасном виде. А это возможно только, если каждый из них на своем месте. И в гармонии с окружающими вещами. Тут нет конфликта. А вот что я вижу у Фишера? Как раз он наоборот. Он в своем творчестве использует различные материалы – стекло, металл, глину, еще что-то. И все время пытается столкнуть эти материалы, устроить конфликт, взаимозаменить их свойства, в каком-то смысле извратить их сущности, этих явлений, создать некий эпатаж, столкновение, разрушение. Опять же, для меня это не есть искусство. Поэтому это может быть какой-то социальный проект, и его, скорее всего, будут использоваться. Наивно думать, что его не используют. Это может быть все, что угодно, только не искусство. Поэтому я совершенно спокоен, не думаю, что эта скульптура поставит дурай, вроде и не должна стоять долго. И все это уляжется и утихнет, и все это уйдет так же быстро, как и пришло к нам. Субтитры создавал DimaTorzok